Он получил степень магистра и учился и работал в России более 10 лет. Он вернулся в Китай в 2013 году. Он профессионально ест тыквы в течение 100 лет. Он руководил семейной фермой всего один месяц. Его три пожара заставили всю семью беспокоиться. Эта дочь очень быстра. Я хочу победить его. Более чем за год он превратил ферму в прибыльную, заплатив 208 юаней за цыплят и уток, 2 юаня за яйцо и более 30 юаней за фунт фруктов. Сейчас существует более 50 местных ферм и сотни фермеров не могут обойтись без него, если хотят зарабатывать деньги. В 2018 году его продажи достигли более 17 миллионов юаней. Богатство повсюду и действия делают мечты реальностью. Добро пожаловать в Рич Голд. Главный герой нашего сегодняшнего шоу, Раашин Нань, с детства получал отличные оценки. Он учился и работал в Москве, Россия. Его семья возлагала на него большие надежды. Однако в 2013 году он внезапно уволился и вернулся в свой родной город Цучжоу, провинция Джидзян. Он засеял землю и смог ходить в обуви. Стиль супермодели такой уверенный, Хо такой уверенный, не смотрите на это. Странные способности Раашин Наннималы. Ему потребовалось больше года, чтобы превратить ферму своих родителей, которая теряла деньги. В течение многих лет приносил прибыль. Яйца фермы, мушмулы и другие сельскохозяйственные продукты могут быть проданы другим в его руки. В несколько раз дороже. Сейчас более 50 местных ферм не могут обойтись без этого, если хотят зарабатывать деньги. Сельскохозяйственная продукция, продаваемая его руками, составляет полмиллиона котят в год, а объем продаж превышает 17 миллионов юаней. Услышав это, вы должны спросить, какой метод использует Раашин Нань для обработки сельскохозяйственной продукции. Наш репортер отправился в Джидзян на интервью, но когда он увидел Раашин Нане, он забеспокоился об одном, вау, все кончено, нам не повезло. Когда репортер увидел Раашин Нана, он был очень встревожен. Его более чем 100 акров пипы только что вступили в стадию зрелости и ожидалось, что общий объем производства составит более 30 тысяч котят. Однако непрерывный дождь в течение недели сделал все его мушмулы такими. Я действительно беспокоюсь. Идет дождь, потому что они уже созрели. Он быстро растет, и в корнях дерева слишком много влаги, из-за чего вся его плоть распускается, затем трескается, а затем начинает гнить. Пипа была гнилой, и сердце Раашин Нана было разбито. Котлету пипы можно было бы продать за 35 юаней общей стоимостью более миллиона юаней, но сейчас она почти полностью закрыта. Нет ничего хорошего, нет ничего хорошего. Вы видите, это тоже позитивно, хорошо, а негатив, это все плохо. Раашин Нань хотел плакать без слез и повесил на елку более миллиона юаней. Просто наблюдать, как дождь смывает их в пузырь, это не самое страшное. Деньги пропали. Больше всего его беспокоит то, что неделю спустя он собирался провести фестиваль сбора пипы, и ожидается, что за один день будет записано 500 тысяч юаней. Страх популярности. Месяц назад он уведомил местные СМИ, чтобы они сделали достаточно рекламы. Когда пришло время, пипа исчезла. Чем это должно закончиться? Раашин Нань волновалась. Ее друзья тоже из кожи вон лезли. Пипа была гнилой, и все было так. Жаль. Я не думаю, что знаю, что он должен делать. Нет, я улыбнулся без единого штриха. Я ушел. Изначально это был фестиваль сбора белой пипы, а потом я обернулся, и пипа исчезла. В чем сила сбора? Действительно, пока я говорил внезапно, без предупреждения пошел еще один дождь. Пошел дождь. Смотрите, дождь пошел внезапно. Поехали, 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 поехали На следующий день дождь все еще не прекратился, но настроение Раа Шеннона резко изменилось, когда он увидел репортера. Он сказал, что уже продумал стратегию, чтобы превратить ситуацию в безопасную. Даже если бы это был последний Мушмула, фестиваль Мушмула все равно прошел бы без него, и он все равно смог бы собрать состояние в 500 тысяч юаней в день. Он также попросил своих сотрудников купить десятки таких пластиковых ведер на запчасти. Очень странно дарить им ведро. Хорошо ли иметь его под рукой? Вы думаете, что сейчас вы красивы? Меймей, да я думаю, вау, все эти инструменты блестят на моей стороне. Даже если Пипу не ограбят, она все равно может заработать много денег, и очень много. Это действительно еще один трюк для мужчин, чтобы похвастаться. Какая ситуация произойдет через неделю? Ра Ашонгу трудно петь русскую песню. Он учился и работал в России более 10 лет, и изначально не планировал возвращаться домой. Аплодисменты, ха-ха-ха, в 2013 году он внезапно отказался от своей карьеры и любви, вернулся в свой родной город из России и завладел фермой своих родителей, которая много лет была в убытке. Никто не испытывает оптимизма по поводу этой молодой девушки, которая ничего не смыслит в сельском хозяйстве, но то, что сделал Ра Ашиннань, потрясло всех. Чуть более чем через год после возвращения в Китай, он превратил ферму в прибыльную и удвоил стоимость различных продуктов на ферме. Яйца стоят 2 юаня, курица и утка – 208 юаней, а Пипа – более 30 юаней за котлету, что более чем в три раза превышает отпускную цену местных аналогов. Это заставляет многих людей чувствовать себя невероятно. Я чувствую, что он легенда. Он действительно оживил такую большую ферму. Он иностранный студент. Он обрабатывал землю, а также посадил несколько фруктов, поэтому я думаю, что он действительно очень волшебный человек. Что еще более удивительно, так это то, что у Ра Ашиннана не только процветает его собственная ферма, но и более 50 местных ферм. И сотни фермеров не могут обойтись без него, чтобы заработать деньги. Каждый год он может продавать 500 тысяч единиц сельскохозяйственной продукции через его руки, а объем продаж в 2018 год составил более 17 миллионов юаней. Все, кто сотрудничал с ним, были поражены его способностью зарабатывать деньги. Разве я тогда продал его за 15 долларов? Он сказал, что я продам вас за 28 юаней, но я не могу продать вас за 28 юаней в долларах США, потому что у меня есть немного больше. Первоначально я продал его за 15 юаней, но цена удвоилась. Он все еще более известен в нашем районе. Как и наша телевизионная станция, в основном приходите и прикасайтесь к нему каждый год. Ра Ашиннань стал известным местным образцом для подражания в предпринимательстве. Многие люди знают его, но они не знают, в чем его секрет зарабатывания денег. В этом году приближается фестиваль Мушмулы, но его Мушмула почти полностью собрана. В глазах других это тупик. Но Ра Ашиннань на самом деле утверждал, что он будет получать состояние в 500 тысяч юаней в день. На этот раз сможет ли он действительно вернуться к жизни и стать блокбастером, или ему не удастся стать посмешищем? Ра Ашиннань из провинции Джидзян. И он надеется, что в будущем сможет проникнуть в свой собственный мир. Этот мужчина довольно хорош. Он лучше, чем мальчик. Девочка так молода. Я подумала про себя, что она немного моложе и лучше мальчика. Это то же самое. Ра Ашиннань был очень сильным с детства и имеет отличные оценки. После окончания средней школы в 2002 году он отправился в Россию, чтобы получить степень магистра в Московском государственном университете. После окончания университета он поступил в Московскую торговую компанию на должность менеджера по маркетингу с годовой зарплатой более 300 тысяч юаней. Его карьера шла гладко. В 2013 году он внезапно решил вернуться в свой родной город. И все это потому, что Ра Ашиннань кое-что услышал от своей сестры. В 2005 году родители Ра Ашиннань основали семейную ферму площадью 350 акров в Чждесяне, район Цудзян, город Цуджоу. Однако эта ферма плохо управляется и находится в убыточном состоянии. Однажды в мае 2012 года мать Ра Ашиннана ехала на электрическом трехколесном велосипеде и планировала поехать на фермерский рынок продавать яйца. По дороге, когда она встретила машину, она перевернула ее в кювет. В результате она получила множественные переломы ребер и провела более двух месяцев в больнице, прежде чем прийти в себя. Что касается матери, она боялась, что Ра Ашиннань был обеспокоен тем, что это дело было скрыто от него. В то время Ра Ашиннань все еще усердно работал над своей карьерой. Как и многие иностранцы, он планировал вернуться в свой родной город, чтобы исполнить свое сыновнее почтение. Однако нечто подобное произошло дома, что нанесло Ра Ашиннану тяжелый удар в сердце. Сын хотел вырастить его, но не мог дождаться его. Ра Ашиннан почувствовал, что больше не может ждать. Позже он узнал, что несколько костей на его теле были сломаны, а затем весь человек упал лицом вниз, неузнаваемый. Такое состояние. Это была моя сестра, которая была рядом с ней. Я не была рядом с ней. Я чувствовала, что иногда я чувствовала, что как его дочь, я чувствовала, что я была очень заброшенной. То есть, когда он нуждался в этом больше всего, я не выполняла свои обязанности. Оставайтесь рядом с ним, Ра Ашинн. Ра Ашинн. Власть была передана ей, но первое, что он сделал после вступления в должность, разозлило его отца. Однажды в полдень мой отец встал после обеденного перерыва и обнаружил, что сотни фруктовых деревьев, таких как груша и вишни, которые он сажал много лет, все упали на землю. Когда я спросил, оказалось, что это отец Ра Ашиннана, который поссорился с ним на месте. Это был мой труд, мой труд, я должен был сократить его в древние времена. Вы расскажите мне об этом. Ра Ашиннан знал, что если он расскажет своему отцу, дело определенно будет закрыто, поэтому он намеренно воспользовался перерывом на обед своего отца, чтобы позволить рабочим срубить дерево. Если бы я сказал ему, возможно, он не согласился бы, поэтому я был очень жесток, чтобы сделать это первым. С этим чувством Ра Ашиннан начал неуклонно и безжалостно, и его отец был так зол, что игнорировал его в течение нескольких дней. Неделю спустя шторм начался снова. Его родители хотели использовать гербициды для прополки травы. Ра Ашиннань отказался позволить ему жить или умереть. Он также потратил 70 тысяч юаней на покупку умной газонокосилки. Это заставило его родителей чувствовать себя расстроенными до смерти. Он чувствовал, что был белой вороной для тратить деньги без разбора. Мы не понимаем его подхода. Его трансформация похожа на 90 градусов. После того, как все закончилось, мы просто не можем принять это. Вскоре последовал третий пожар после назначения нового чиновника. Ра Ашиннань спрятался от своих родителей и продал все более дюжины свиней, которых они с таким трудом вырастили. Это полностью разозлило его родителей. В ночь продажи свиней за обеденным столом разразилась семейная война. Эта дочь вскоре захотела избить ее, чтобы сохранить ферму. Вы не можете вынести этого, и вы не можете вынести того. Тогда вы можете сохранить статус-кво. Отец и дочь так сильно сорялись, что мать на стороне, наконец, не смогла сдержаться и выкрикнула жестокую фразу. Действительно ли грустно быть шумным? Мне действительно грустно. Просто скажите, что вы катаетесь и катитесь, а потом я сказала да, тогда я ухожу, я ухожу. Не перезванивайте мне, подумайте об этом сами. Ра Ашеннань тоже был убит горем, когда его родители хлопнули дверью и ушли. Вначале он вернулся в Китай, чтобы сопровождать своих родителей и помогать им. В результате менее чем через месяц родители отругали его, чтобы он вернулся. Итак, почему изначально сыновняя дочь совершила ряд, казалось бы, ненормальных действий? Где Ра Ашеннань? Специальность в университете называется социальный менеджмент. Ра Ашеннань хорош в исследованиях, анализе и статистике. А как насчет возвращения домой? Ра Ашеннань прочесал и подсчитал работу своей фермы. В этой серии поступков, которые разозлили его отца, была своя логика. А что было до того, как вы пришли посмотреть на это? Например, на этой ферме посажены грушевые деревья, вишневые деревья, яблони, сосны и другие различные виды деревьев, а также выращиваются пять видов животных. На ферме площадью 350 акров распределено так много вещей, что Ра Ашеннань считает, что там слишком беспорядочно, что затрудняет управление. А некачественную продукцию нелегко продать. Он выдвинул концепцию под названием «столько, сколько кирпичей, столько, сколько прекрасного», чтобы сконцентрироваться на создании нескольких прекрасных продуктов. Брат сказал сегодня, что это называется горячим стилем, но на ферме выращивается более дюжины видов. Как Ра Ашеннань делает выбор? Пипу можно разделить на красную пипу и белую пипу, в зависимости от разного цвета мякоти после очистки. Климат и географическая среда города Цуйчжоу очень подходят для выращивания белой пипы. Плоды такие большие, а кожица такая тонкая, что это хорошо известное фирменное блюдо. Ра Ашенн был очарован белой пипой и решил использовать ее в качестве основного продукта фермы, но белая пипа созрела в мае или июне, выращивалась только мушмула. И во второй половине года на рынке не было фруктов. Ра Ашеннань снова присматривается к киви в сентябре и октябре. На рынке представлены два фруктовых уксуса. В середине еще много времени. Хорошее управление может гарантировать качество. Если вы похожи на поколение моего отца, они подумают, что лучше всего иметь все фрукты на ферме. Это выглядит очень богато, но на самом деле я могу подумать, что у нас столько же, сколько золота и столько же кирпичей. Давайте сделаем один или два продукта и сделаем эти хорошо. Один или два продукта. Ра Ашеннан посадил более ста акров пипы и более ста акров киви. Учитывая, что место под деревом пустует, он приобрел несколько самых продаваемых на рынке сортов курицы и утки для свободного выгула. Чтобы пространство можно было использовать рационально, а курица и утиным навозом, можно также удобрять фруктовые деревья, чтобы сформировать трехмерную модель размножения. Видите ли, в нашем саду есть деревья и фруктовые деревья, и тогда будет сень. Если это так, курица может остыть и покормиться под деревьями. Ему нравится это состояние свободы, свежего воздуха и расслабления. В мае 2014 года, после завершения радикальной корректировки, Ра Ашеннань совершил еще одну странную вещь. Он покупал целые тележки тыкв у фермеров и привозил их обратно на ферму. Чем больше он срезал, тем энергичнее становился. Я профессионально режу тыквы уже сто лет. Вы видели это? Они уже едят с большим удовольствием. Вы можете съесть это для всех нас вот так. Это действительно вкусно. Хотите попробовать? Не думайте, что все еще очень приятно быть вашим цыпленком, верно? Это восхитительно. Ура, ха-ха, что производят и продают ваши родители. Но Ура Ашеннана другая идея. Он думает, что потребителям нужно то, что им нужно, и он будет производить то, что они хотят. Видите ли, сразу после того, как тыква будет разрезана, появится пигмент этой тыквы. Это не цвет гнилой тыквы. О, это цвети с свежей тыквы. Вы счастливы? Просто посмотрите на это, вы видите, что они едят. В ходе исследования рынка Ра Ашеннань обнаружил, что потребители предпочитают желтоватые яичные желтки при покупке яиц с грунтом. В то время как яйца их предыдущих родителей имели беловатый яичный желток. Ра Ашеннань проконсультировался с экспертами и нашел способ дополнить тыкву четырьмя вкусами. Это мы сами, то есть мы провели много экспериментов для сравнения. Вы видели это? Это наше собственное земляное яйцо. Взбитый яичный желток получается очень густым, затем белок затвердевает, а затем его отваривают в воде. Его влияние на полуфабрикат также очень очевидно. В прошлом яйца его родителей продавались килограммами, но Ра Ашеннань должен был продавать их килограммами. Одно стоило два юаня, а курица и утка стоили 208 юаней. Как бы он это продал? В июне 2014 года Ра Ашеннань снова начал метаться. Он специально подготовил несколько комплектов одежды и заплатил местному фотографу, чтобы тот приехал на ферму и сделал для него снимки и видео. Это очень смутило его отца. Я сказал, что вы фотографируете каждый день, и вы даже не работаете, когда фотографируете. Что вы имеете в виду? У меня нет денег, чтобы дать вам. Если я не сфотографирую его, его отцу, похоже, это не понравится. Он действительно ненавидит это. Тогда его мать может быть из старшего поколения. Они не понимают такого поведения. Он не знает, для чего он здесь. Я, я иду по этому пути, чтобы избавиться от этого стиля. Если вы хотите, пришел, подойди ко мне, сфотографируйся в дождевых ботинках, с бамбуковой сумкой в руках. Ра побеждает мужчин в полях вдали от подиума. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Прямый вид, тогда это тоже встряхнет. Вы можете ходить в стиле супермодели, даже если вы носите обувь. Вы так уверены в себе. Самоуверенность фаната это плохо. Я не знаю, и с тех пор я отпустила себя. Что смешного? Я просто хочу попробовать разместить это в интернете Инадуаин, чтобы больше людей могли обратить на нас внимание и показать разные стороны нашей сельской местности. Его родители отправились на фермерский рынок продавать, а Раашин Нань присматривался к интернет-маркетингу. Он размещал различные фотографии и видеофермы на платформах, таких как видеосайты в кругу своих друзей, и настаивал на том, чтобы обновлять их каждый день, чтобы привлечь внимание других. Свежий и интересный рассказ о странной личности быстро сделал его знаменитым, и он часто обращал внимание на круг друзей Яа Чунь Нани. Курица сегодня снесла яйца, а муж Мулу можно собрать завтра, и тогда она примет в этом участие, когда у нее будет время, и время от времени будет покупать какие-нибудь маленькие фрукты. После возвращения в Китай более чем на год, опираясь на корректировку структуры разведения и каналов продаж, Раашин Нань превратил ферму в прибыльную. Объем продаж в 2015 году составил более 8 миллионов юаней. Его родители были впечатлены и сказали его отцу, я сказала, что он потрясающий, вы потрясающий, он сказал слово, я сказала, что ваше время прошло. Вы должны принять такое большое улучшение. Вы все еще немного гордитесь своим развитием. Первая битва прошла успешно. Через знакомство с другом Раашин Нань нашел Сунь Цзиня, сотрудника компании по продаже сельскохозяйственной продукции, и хотел, чтобы он разработал маркетинговый план для своей продукции. Неделю спустя Сунь Цзянь действительно привез на ферму три разных плана. У него действительно были идеи и намерения для других. Это заставило его почувствовать, что, эй, каждый раз, когда появляется ощущение свежести, каждый раз есть что-то другое, потому что если вам это нравится, вы обнаружите, что у вас есть новострасти, или у вас есть большая мотивация, чтобы сделать это. Оказалось, что Сунь Цзянь влюбился в Раашин Нань с первого взгляда. Он хотел хорошо вести себя перед девушкой. Как только он освободился, он побежал на ферму, чтобы найти Раашин Нань. Раашин Нань тоже проникся нежностью к этому теплому и простому парню. Изначально я хотела просто найти канал или платформу, где я могла бы сотрудничать, но я не ожидала, что в конце концов найду свою настоящую любовь. И любовь пустила корни бессознательно. Ферма – это место, где два человека узнают друг друга и влюбляются, и это также основа карьеры Раашин Нана, поэтому они обсудили и решили пожениться на ферме. Эти двое лично организовали сцену и пригласили близких родственников и друзей на особую свадьбу. Просто, но свежо и тепло. Вот, здесь у нас была наша свадьба два года назад. Наша церемония проходила здесь. Это ваша аудитория? Да, это наша аудитория. Теперь ее отдали нашему малышу. И ее отдали матери курица. После того, как Сунь Цзянь женился, он уволился и начал бизнес с Раашин Наном. В начале 2016 года они вдвоем провели серьезную проверку всех онлайн заказов за три года с 2013 по 2015 год. Эта проверка не имеет значения. Они сделали еще одно важное открытие, поэтому они присматриваются к огромному рынку. 85% заказов за три года – это адресовано семье того же типа. Какая семья? Позвольте мне сначала задать вам вопрос, кто в семье больше всего готов тратить деньги? Я полагаю, что ответ, который дает большинство людей, касается всех аспектов детской одежды, питания, жилья и транспорта. Родители хотят дать своим детям лучшее образование в пределах своих возможностей. Что насчет этого? Требования к продуктам питания выше, и родители охотнее покупают оригинальные экологические продукты. Пока качество гарантировано, они по-прежнему очень терпимы к ценам. 85% этих заказов от семей с детьми указали Раашеннану в одном направлении, то есть в поле родитель-ребенок. Но для этой огромной и децентрализованной группы потребителей Раашеннань должен работать эффективно. Раашеннань придумал способ идти по следу. Где бы ни было много детей, он найдет их, где бы он их ни нашел, и он найдет родителей. Он уставился на местный детский кружок по интересам. Этого человека зовут Ван Шуай, и он является руководителем детского кружка по интересам. В дополнение к тренировкам в помещении, он будет регулярно брать детей на мероприятия на свежем воздухе. В апреле 2016 года Раашеннань пригласил Ван Шуая посетить ферму и предложил предоставить бесплатное место. Он выразил надежду, что Ван Шуай будет проводить мероприятия на своей ферме в будущем. Тогда я думаю, что его место проведения все еще очень хорошее, включая географическое расположение, его масштаб и общую обстановку относительно хорошие, что больше соответствует нашим требованиям к мероприятиям на свежем воздухе, например, личным мероприятиям. Ферма Раашеннана находится всего в 20 километрах от центра Цючжоу. До нее можно добраться за полчаса на машине. Пейзажи тоже хороши. Поэтому она привлекла к сотрудничеству множество детских кружков по интересам. Раашеннан разработал различные мероприятия для родителей и детей в соответствии с различными времена года. Тема июня — сбор пипы. В этом году в День защиты детей Раашеннан также организовал фестиваль сбора пипы, но из-за нескольких дней сильных дождей его пипа была почти уничтожена. Раашеннан сказал, что если мероприятие будет проведено, деньги все еще можно заработать, его все еще можно продавать за полмиллиона юаней в день. Может ли его план действительно сработать? Давайте подойдем и посмотрим. Вау, это так красиво. Раашеннан позвал рабочих и попросил их всех присесть на корточки под деревом, затем вытянул шеи и посмотрел вверх. На что вы смотрите? На первый взгляд это дерево выглядит так, как будто оно не очень хорошее. На самом деле мы садимся на корточки. Мы можем смотреть вдаль и смотреть на высоту, потому что некоторые из них скрыты в листьях. Вы их не видите. Вы пришли и посмотрели. Вы это видели? Разве это не особенно красиво? Думая о внимательном Раашеннане, он обнаружил, что может найти очень мало пип, спрятанных под листьями, присев на корточки и посмотрев вверх. Притормозите, верно? Один из двух закончен, так что теперь их нужно выбрать вот так. Яо Шеннане рабочие один за другим осмотрели каждое дерево и более ста акров садов. В общей сложности было найдено всего несколько корзин неповрежденных пипасов. Все только что созревшие мушмулы были помещены в холодильник, а пипасы с высокой степенью зрелости сохранить не удалось. Раашеннань тоже думал о переезде. В 10 часов утра в День защиты детей Базара Ашеннана приветствовала более ста гостей, участвовавших в родительско-детском туре. Они были очень счастливы. В День защиты детей я хотел бы пожелать детям счастливого праздника. Яо Шеннань достал все охлажденные мушмулы и мазь из мушмулы в мире и дал их попробовать детям. На дереве нет мушмулы, но все в пипе ее съели. Чтобы обогатить этот опыт, Раашеннань также заранее разработал другие мероприятия для детей. Первое – это посетить ферму и ознакомиться с научно-популярными знаниями о различных сельскохозяйственных культурах. Цыпленок с золотистым киви, давайте зайдем и посмотрим. В саду киви дети тоже сделали неожиданное открытие. У вас есть пять яиц. Угадайте, какого цвета его яйца. Белый-белый, черный-белый глаз, чтобы ответить. Посмотрите на перепелку. Посмотрите на милые птичьи яйца птицы Эййо. И дети очень удивлены. Прочитав это, Раашеннань осторожно положил птичьи яйца обратно. Синяя команда пришла, чтобы сначала возглавить синюю команду, а затем они испытали на себе действия по выращиванию овощей и прополки. Пригодились десятки ведер и маленьких мотык, приготовленных заранее. Дети хорошо провели время, и родители, наблюдавшие за ними рядом, тоже были очень счастливы. Это действительно наш ребенок. Возможно, они впервые достали это птичье яйцо. Вау, это потрясающе. Это птичье яйцо на самом деле голубое. Так что такого рода опыт я не думаю, что у наших детей в городе есть. Раашеннань добавил деликатес дня, а Вичат родителей также представил им пакет продуктов для семьи на вторую половину года. В пакет входят сезонные фрукты и курица, утка и яйца. Пока родители заполняют заявку и адрес на онлайн-платформе, Раашеннан будет отправлять товары клиентам регулярно каждые 15 дней. Все уделяют больше внимания своим детям, и они очень хотят дать своим детям лучшие вещи, в том числе более здоровое питание, и те, которые не разглашаются. Они готовы делать такого рода вещи. Большинство родителей, пришедших в тот день, заказали пакеты продуктов на вторую половину года, и сумма заказа превысила 500 тысяч юаней. Изначально казалось, что это мертвая партия в шахматы, но его взяли живым, что заставило местных жителей очень восхищаться этим. Точно так же, как 1 июня этого года, Раашеннань был таким. Благодаря точному позиционированию рынка между родителями и детьми, и целенаправленной маркетинговой деятельности, все больше и больше семей становится его клиентами. И ферма становится все более известной. В 2016 году она также была оценена как отличная семейная ферма на провинциальный уровень в провинции Джидзян. Было трудно собрать ресурсы клиентов, но в июне 2016 года Раашеннань совершил еще одну ненормальную вещь. Он хотел отвезти своих клиентов на чужие фермы. Семья и друзья почувствовали себя невероятно и были ошеломлены. С ним что-то не так? Зарабатывать деньги – это дело небес и земли. Если у вас есть гость, вы все равно его выставляете. Я не понимаю, о чем он думает. Вопреки всеобщим ожиданиям, это не только не повлияло на бизнес Раашеннани, но и его продажи взлетели с более чем 1 миллиона юаней до более чем 3 миллионов юаней год спустя. Раашеннань, который не играет в карты в соответствии со здравым смыслом, какой трюк он разыгрывает на этот раз? Суйчжоу, где находится Раашеннань, является крупным сельскохозяйственным событием. Здесь хорошая экологическая среда и богатые сельскохозяйственные ресурсы. Трудно передать землю в больших масштабах. Поэтому повсюду процветают небольшие семейные фермы. В 2016 году в городе было зарегистрировано более 2000 семейных ферм, каждая из которых имела различные бизнес-проекты и свои особенности. После выяснения этих ситуаций у Раашеннана возникла смелая идея. Сейчас эра открытости. На самом деле, чтобы выиграть беспроигрышную ситуацию, требуется сотрудничество. Я думаю, что это очень радостно для всех объединиться. Каждая ферма маленькая и изысканная. Если вы соедините эти фермы последовательно и создадите туристический маршрут, это будет гораздо привлекательнее, чем ваша собственная маленькая ферма. Лучше сражаться в одиночку, чем развиваться в группе. Раашеннань нашел Еву и Сеня, соседнего фермера, который специализируется на разведении раков. Раашеннань предложил, чтобы обе стороны могли сотрудничать, чтобы привлечь своих собственных клиентов, что очень удивило Еву и Сеня. Я также думал, что Лао не глуп. Он принес мне все эти ресурсы. Е-Вейсин сомневался. Молодая девушка перед ним действительно способная. Может ли она сама зарабатывать деньги? С идеей попробовать он согласился. Раашеннань объединил несколько местных семейных ферм и разработал различные туристические маршруты в зависимости от сезона. Каждое посещение фермы бесплатное, но если вы покупаете какие-то сельскохозяйственные продукты и забираете их обратно, вам придется заплатить за это самостоятельно. Сегодня такой сильный дождь. Как вы думаете, кто-нибудь еще ловит омаров? Я действительно не ожидал, что буду ловить омаров, если приеду сюда, а потом куплю несколько хорошо приготовленных омаров. Омары, которых я ловил каждый день, были распроданы, и ни одного из них не осталось. Видя, что Раашеннань молод, но у него действительно есть возможность улучшить фермерский бизнес, все больше и больше фермеров ищут его для сотрудничества. Он активно продвигается через местные СМИ, привлекая много туристов из города Цуйчжоу и положив начало новой тенденции местных фермерских туров. По-то количество людей увеличилось, и ферма Раашеннана, естественно, стала более популярной. В 2017 году продажи его фермы выросли более чем до 3 миллионов юаней. В соответствии с концепцией сотрудничества и взаимовыгодного сотрудничества, Раашеннан шаг за шагом оживил экономику семейной фермы в своем родном городе. После возвращения домой, чтобы заниматься сельским хозяйством в течение нескольких лет, Раашеннан извлек выгоду из изучения рынка и анализа из-за благовременного планирования на каждом этапе пути. В 2018 году Раашеннань запланировал еще один новый бизнес, который увеличил продажи с 3 миллионов юаней до 17 миллионов юаней за один год. Что это за план? Вы видите вокруг меня так много кур и уток, и тогда вы почувствуете, что жизнь полна надежд. Раашеннань первоначально вернулся в Китай, чтобы работать в сельском хозяйстве из-за простого желания сопровождать своих родителей. Но поскольку он боролся в отрасли в течение нескольких лет, он постепенно влюбился в эту карьеру и увидел неограниченные возможности для бизнеса. Заказов становится все больше и больше, и тогда я чувствую, что это это действительно можно сделать. Я думаю, что у сельского хозяйства есть надежды и возможности для бизнеса. Я могу что-то сделать. В 2018 году Раашеннань и ее муж основали компанию по продаже сельскохозяйственной продукции, решив осмотреть всю провинцию Джидзян и собрать высококачественную сельскохозяйственную продукцию для продажи. Суньцзянь отвечает за создание и обслуживание платформы электронной коммерции, а Раашеннань отвечает за закупки и маркетинг. Как Раашеннань может быстро найти ресурсы? В конце мая 2019 года Департамент сельского хозяйства и по делам сельских районов провинции Джидзян проводит тренинг для фермеров, приглашая Раашеннана поделиться своим предпринимательским опытом в качестве гостя. Другое – это позиционирование клиента. После того, как позиционирование клиента выполнено, очень-очень важно хорошо обслуживать. После обмена Раашеннань был окружен участниками, которые все были известными социальными и сельскохозяйственными предпринимателями в различных частях Джидзянна. Что вы делаете? Я выращиваю цыплят. Разводите цыплят. Где это? В Дуньяне, Джидзян. Дуньян должен быть очень близко к нам, верно? Да, каждый раз, когда я участвую в такого рода мероприятиях, помимо обмена опытом, более важной целью Раашеннана является поиск партнеров посредством мероприятия и поиск высококачественной сельскохозяйственной продукции. Антипочвенный зверь был встречен Раашеннаном в ходе учебных мероприятий. Он посадил более 70 акров персиков. В 2018 году, когда Раашеннань предложил купить его продукцию, антипочвенный зверь отверг его. Я просто думаю, что делаю хорошую работу. Почему я должен сотрудничать с вами? Это значит, что я могу вырастить эту штуку и продать ее? Я буду сотрудничать с вами. Персики, которые являются антикартофельными, хорошего качества и вообще не беспокойтесь о продаже. Раашеннан не был медлительным, а затем бросил второе предложение. Это предложение заставило отношение земного зверя внезапно развернуться на 180 градусов. До тех пор, пока вы гарантируете свое качество, я могу гарантировать, что цена, указанная вам, должна быть выше, чем цена, указанная вам на рынке. Тогда я буду настроен решительно. Раашеннань предложил цену покупки чужой земли, дав 5 юаней за кэти, и он заплатил 10 юаней за кэти, чтобы купить ее. Это привело его в восторг, и он согласился сотрудничать. Вот так, связавшись с группой садоводов, Раашеннань начал закрывать дверь и спокойно планировать картину. В чем тайна богатства на этой картине? Почему Раашеннань взвинтил цену двух пэров, чтобы купить фрукты? В последние годы с быстрым развитием интернета, индустрия свежей электронной коммерции в нашей стране быстро развивалась, и многие компании жаждут огромных возможностей для бизнеса. Однако из-за короткого срока годности свежих продуктов, многие разные алебарды тонут в песке, а пирог из свежих продуктов электронная коммерция постепенно сошла на нет. Более того, он должен бросить вызов трудностям отрасли и специализироваться на продуктах, которые созрели на дереве. Так называемое созревание дерева заключается в том, чтобы дождаться, пока плод достигнет своего наилучшего вкуса после того, как он достигнет зрелости. Если я спрошу, его нужно оставить до тех пор, пока дерево полностью не созреет перед продажей, тогда у потребителя будет лучший опыт. Таким образом, будет благоприятный цикл, то есть у него хороший опыт, и он совершит покупку в следующий раз, тогда у него будет хорошая ставка обратного выкупа. Спелые плоды на дереве имеют лучший вкус, но их также труднее транспортировать и сохранять. Некоторые компании, занимающиеся электронной коммерцией, покупают только семь спелых плодов. Раа Шеннан чувствовал, что поскольку многие люди не осмеливаются этого делать, если он найдет способ сделать это, он сможет добиться основной конкурентоспособности. Для реализации этого плана достаточно одного слова «быстро». Рынок на самом деле свежее, чем один, быстрее, чем другой, и эффективнее, чем один. Тогда мы надеемся, что сможем продолжать удовлетворять потребности потребителей, и тогда мы сможем крепко держать наших потребителей в своих руках. Раа Шеннан решил сначала спланировать. Он сформулировал этот план продаж на основе высококачественных сельскохозяйственных продуктов, которые он нашел. Какие основные продукты будут продаваться каждый месяц в году, картина ясна, и за месяц до того, как каждый продукт поступит на рынок, он запускает онлайн-предпродажу. Находить хороших клиентов заранее, и убедитесь, что фрукты могут быть отправлены сразу после того, как они собраны. Чтобы сократить время транспортировки, он ориентировал своих основных клиентов на потребителей в Цзинсу, Джицзяне и Шанхая. Тогда, если это такой фрукт, мы выбираем его. Мы выбираем фрукты такого уровня. Если это такой маленький фрукт, мы обычно его не хотим. В дополнение к требованиям, предъявляемым к фруктам, самое главное – это то, что они должны быть собраны. Девять спелых фруктов, этот сорт фруктов нужно брать осторожно, аккуратно класть в корзину, а под корзину подкладывать газеты, чтобы избежать ударов. Все они хороши для него. Ну, у него есть набор правил для тех, кто не меньше его, и насколько бы он не был меньше, у него есть набор правил. Он закончил самое трудное, верно? Ха-ха-ха, несмотря на то, что он сказал, он может заработать больше денег, сотрудничая с Раошенноном, и он счастлив быть противником почвы. Для того, чтобы продукты доходили до потребителей как можно быстрее, Раошеннань создал сортировочный центр в центре города Цуйчжоу. Фрукты будут упакованы сразу после их отправки сюда и отправлены в течение 48 часов, чтобы гарантировать, что фрукты как можно быстрее попадут к потребителям из филиалов. Раошеннань ориентирован на потребителей среднего и высокого класса, которые ценят фруктовые вкусы. Для таких первоклассных персиков, как этот, коробка из 12 штук может продаваться за 80 юаней, а средний персик может продаваться более чем за 6 юаней. Экспресс-доставка очень быстрая, и затем он был «Поставляйте его нам постоянно», чтобы мы могли питаться очень уверенно и хорошо. Уникальный вкус спелых плодов на дереве и быстрый процесс доставки выделяют Раошеннан среди многих аналогов. В 2018 году он продал в общей сложности 500 тысяч килограммов продуктов, а годовой объем продаж составил более 17 миллионов юаней. Раошеннан сказал, что в 2019 году типы продуктов его торговой платформы будут расширены, и он хочет побудить больше фермеров зарабатывать деньги вместе. Сегодня Раошеннань находится здесь, чтобы посмотреть, как строится курятник для бедных домохозяйств, с которыми он сотрудничает. Затем он предоставит бесплатные куриные саженцы для унифицированной переработки и продажи товарных машин. Это слишком просто, чтобы мириться, потому что привычки цыплят точно такие же, как у павлинов. Он должен стоять на шесте, чтобы спать. И он должен стоять на шесте все время. Вы слишком маленького роста. Орел, орел, орел. Кто хочет съесть цыплят? Вы здесь, чтобы съесть эту вырезку. Лао Яошеннань сказал журналистам, что он возвращается в Китай в течение шести лет, и сейчас он становится все сильнее и сильнее. В этом году они с мужем также построили пять умных теплиц. Магия Допенг заключается в том, что независимо от того, где вы находитесь, пока вы открываете приложение для мобильного телефона, вы можете удаленно контролировать работу сарая онлайн. В будущем все фермы смогут добиться разумного управления. Это цель, которую он поставил перед собой в жизни. Мы можем взять отпуск, а затем управлять фермой. То, что мы делаем, это также то, что должны делать все эти молодые сельскохозяйственные предприниматели. Если мы делаем это таким образом, мы чувствуем, что это очень многообещающе. В последние несколько лет, когда Рао Яошенну было трудно заниматься сельским хозяйством, он нашел лидирующие продукты, основанные на рынке, отказался от прибыли ради сотрудничества, расширил рынок, сначала провел предварительную продажу, изменил пассивные продажи сельскохозяйственной продукции и помог сотням фермеров выбраться из нищеты и станьте богатым. На что Рао Яшен не может положиться, так это на постоянный анализ рынка и сортировку продуктов. За последние несколько лет мы говорили, что появляется все больше и больше новых фермеров, таких как Рао Яшеннань. Они использовали свою структуру знаний, чтобы изменить методы сельскохозяйственного производства в своем родном городе и придать новый импульс возрождению сельской местности. Хорошо, дорогие друзья, сегодняшние богатые деньги здесь, давайте увидимся в следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует...